Тома, а чем Полину хочет заняться? Ну, можно, конечно, стандартно, но тут так далее, за выбивающим, или отпустим, верно. А ты минус сбросила? Какой? Стандарта. А, нет еще. Я его хотела как раз найти. Подходящий. А с чем тогда мы пришли, если мы не нашли даже подходящий? Васильевич, вы что-нибудь понимаете? Я слушал запись из Карнки Холла, концерт пианиста в нашем. А кто-то записывал на диктофон, видимо, сзади зала сидел, или на балконе. То есть слышно весь зал. И вот я слушаю там пиано, пианиссимо. Слева. Ура! Вот так. И постоянно, у меня такое ощущение было, что там какие-то бронхитики собрались. И вот они через каждые там 40 секунд. Я понимаю, пианиста, вот насколько это отвлекает все. Она же акустика какая. Она слышно все. Он погружен в образ, его ничего не может вывести из себя. Да, да, да. Я думаю, я там уже встал. Сказал, вы не лечитесь. Что вы на концерт пришли? Ужас просто какой-нибудь. Да, такое бывает. А пианист играет. А пианист играет? А пианист играет, причем не выходя из образа. Причем не выходя из образа. Вот у меня есть такая же особенность, в смысле наоборот. Я вижу провокацию, я ее замечаю, но я не выхожу. Мне кажется, не замечать это невозможно. Понимаешь, Поля? Нужно как-то оставаться в статичном состоянии. Но ты тоже, ты выросла в этом отношении. Ты тоже реагировала. У тебя тоже были реакции. Ты же отошла. То есть вы как-то посмотрели? Я такая, что-то. Самое ужасное, когда сам вокалист констатирует свои ошибки и показывает. Ой, там вот так вот. Вот это вообще-то непрофессионально. А вот то, что вот сейчас вот Александр Ильич этот пример привел, дело в том, что вот двое-трое там кашляют, там отвлекают, туда-сюда все. Вы работаете для одного. Вот все не слушают, а один слушает. А один просто вот кушает вас. Вот дает жизнь. Вот для этого одного. Понятно, что там не один вас смотрит и жаждет и все это. Но я говорю, надо петь так, как для одного. Для одного выкладываться. Тот, который вас слушает. Которому вы, я не знаю, как лекарство. Это нужно максимально освободиться от любой реакции. То есть положительно. Кто-то вот так вот посередине произведения может там похлопать что-нибудь такое. Иногда это уместно, конечно, когда какой-то прием, допустим. Вот когда, я помню, на концерте у Гринберг тоже посередине песни начали хлопать. Ну, это было странно. У нас между частями, когда крупные формы играют, оркестры, там паузы, идут между частями, вообще аппадисментов быть не должно. То есть люди, знающие, когда приходят, целевая аудитория, они этого не делают. То есть люди разные приходят, это надо воспитывать. И человек, когда идет на концерт классической музыки, вот он идет, вот ему захотелось как-то. Но он должен, ну я не знаю, мне так кажется, он должен спросить, как себя везде, как что, что будут играть и что, и где. Ну, то есть, ну как-то. Ну, то есть смотри, просто сиди, люди захлопали все, ты хлопай. Не хлопай, не хлопай. Ну да, ну да, может быть, да. Может быть, может быть, я уже не знаю. Ты не знаешь. Да, если ты не знаешь. То есть у нас как говоришь, что если ты не знаешь, то лучше помолчи. Не говори ничего. Здесь мы высказываем, опять же, вот аплодисментами, мы высказываем свои реакции. Нам нравится, как играют, но остальные люди, вот они знающие, они пришли, целевая аудитория. Нет аплодисментов между частями. Я про то, что у людей может быть разная негативная и позитивная реакция. Нужно это все настолько невосприимчиво к этому быть во время выступления. То есть, допустим, если у тебя внутри есть какие-то сомнения по поводу своего исполнения. Ну, в таком случае нельзя на сцену. Правильно ты говоришь. Потому что артист, он должен максимально освободиться от этих мыслей. А как вам про меня подумают? Правильно. А если у нас не знают ни мелодии, ни текстов, как выходить петь? Ну как? В том-то и дело. А когда ты сам в себе не уверен, то есть невозможно обидеть. Можно обидеться. Конечно. В этом я про это говорю. Конечно. Если кто-то там у-у-у-у, там уходи, там уходи сам. Ну то есть нужно... И это работа... Меня вот в последнее время часто спрашивают, а могут ли все петь? Я говорю, могут. Дело в том, что вокал это 80% работа с головой, а не с голосом. Не с вокалом, а именно психологией. Угу. И это вот прям камень преткновения у всех. Угу. Давайте мы споем романс. Нам его петь на концерте. Хорошо. Ну так мы тогда сделаем так. Сейчас спешу романс и пойдем по домам. Лечить голову, искать минусовку. Да, Александр Валерьевич? Мне не надо искать минусовку. Сбой романса и я всех отпущу. Или ты и для романса говорила? Ну я... Ну я... Подожди, я включу. Я помню, был на концерте пианиста нашего российского. Значит, что он отыграл? Там вонабист три или четыре раза еще вызывали, он отыграл. А потом мне преподаватель говорит, что оказывается у него была температура 38 с половиной. И он весь концерт отыграл. С температурой. С температурой вот такой. Еще и на бис четыре номера. Вот так. Там потом люди, когда узнали, они обалдели. Говорят, вообще как вам? Ну обычно человек когда больной, да, он там, извините, откланился, программу отыграл, все, я пошел отдыхать. А нет, он даже на бис еще. Или вообще отменяют концерты. Да. Сцена лечит. Артист. Кстати, я же спину вот там, она же еще вчера у меня болела. А я вышла на работу в 7 часов вечера, у меня пони радуга была. И я просто такая, сынка вот так вот приковыляла. Аккуратненько там это все. Пошла работать и все внутри. Пошла работать и начала танцевать. А потом заканчиваю и снова вспомнила. У меня же спина. У меня же спина. И обратно реквизиты тут вот так вот собираю. Мы читали, ушел там рассказ про, значит, мужчина с женщиной. Он заболел сильно. И лежит уже все, чуть ли там не при смерти. Она говорит, так, пока сидит деньги на похороны не заработаешь, не умрешь. Там в конце вылечился. Замечательно. А мне хоронить тебя не на что. Иди зарабатывай. Да, да. Ну давай, Поль. Пусть это стоит, который там труднее веки. Не исчезай во мне ты в век. Не исчезай. На веки это пучу сам. Вернушся ты вновь. Через тысячу, тысячу лет. На все поринь твоя встреча. Не исчезай, не исчезай из жизни моей, Не исчезай, не значай или сгорячай. И исчезнут все, только ты не из их числа, Будет все без исключениям. Не исчезай, не исчезай из жизни моей, Не исчезай из жизни моей, Самолет, где летим мы с тобою вдвоем, Мы летим, мы летим, и мы летим. Не исчезай, не исчезай из жизни моей, Не исчезай из жизни моей, Есть тысяча лап, и у каждой есть тысяча свеч, Но мне нужна твоя свеча. Не исчезай, у нас чистота, Не исчезай, даже если подступит край, И все равно, даже если исчезну я, И исчезну тебе не дам, Не исчезай, не исчезай. Я совсем по-другому стала. Да умничка, а ты, молодец, там все равно подновляла чуть-чуть. Чуть-чуть, чуть-чуть, ты всегда поразниваешь, Ты органично, ты чудесно, Ты чудесно. Ты как раз уходишь опять все-таки, На нижней ноте сразу вибрацию, Не, не надо. И, ты о чем говорили, что эмоции все-таки захлестят. Но я пыталась не передать. Но это вне тебя, Потому что тесситура неудобная для тебя там. Я просто, почему я ухожу в грудь, Если нужно это так назвать. Потому что это как речитатив. Я ухожу иногда в речитатив, И не исчезай. И оно как речь идет. Что она больше, Такая, проще становится в плане ближе. Да это все дешевое, это я беру. И поэтому, может быть, я передавливаю, Потому что ухожу на речевой. Я только за. Ты, когда на речевой уходишь, Ты давай на речках. Там, не исчезай, Могу так сказать. Не исчезай. Да, тебе надо свою. Да, я поняла. Я пыталась помягче это делать, Но я теперь к нашему лучше. Убрать надо. Убери это. Ну это только что недавно появилось. Да, да, это надо убрать. А вот нотку-то не точно была у тебя. Убери это. Мы летим. Мы летим. Мы летим. Берешь ты. Но я убираю, не исчезнет наш звездный час. Самолет, где летим мы с тобой. Попейте, берёшь эти ходы, как так, а не идти. Верхние все эти нотки, понимаешь, одна была прям... Ну, это же... Да понятно, что нет, в целом-то всё прекрасно. Поля, я же... Ну, понятно. Мне всё понравилось, и всё это замечательно, и всё это чудесно. Сейчас у неё настроение другое. Ну, ты всегда... Какой-то трагик ушёл. Сейчас, наоборот, она какая-то... Давайте споём ещё разочек. Я сейчас... Если ты, конечно, там так споёшь, я тебя остановлюсь. Я нормально буду становляться. Только не сначала. В нас вовек? Угу. Угу. В нас вовек... Угу. 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 В нас валет, не исчезнет наш звездный час, самолет, где летим мы с тобой вдвоем, мы летим, мы летим, мы летим, и мы летим. Еще раз, я понимаю, что ты там задерживаешься, нельзя там задерживать. И мы летим, да, ты передерживаешь их, хотя и те учи дома, я не знаю. Сколько их можно учить, они просто не звучат. И в нас в век, в нас в век, в нас в век, исчезнет наш звездный час. Давайте еще раз. В нас в век, в нас в век, и исчезнет наш звездный час, самолет, где летим мы с тобой вдвоем, мы летим, мы летим, мы летим, мы летим. И исчезнет наш звездный час, не туда, не туда. Александр Ильич, понимаете, да, что я говорю? И мы летим. Нет, нет. Да. Вы меня понимаете, да? А, Александр Ильич, меня понимает, ты не до конца. Ты решила, что и мы летим нужно ускориться? Нет. Нужно начать петь. Чуть раньше ты. Давайте еще раз, чтобы ты понимала. Мы летим. Ультонайзер. И мы летим. И мы летим. Ты понимаешь, что? Вот, ты понимаешь, что куда? И мы летим. Да это так, как угодно. Просто и мы летим. То есть вот это место ты зависаешь, и поздновато. Ты меня держишь, ты мама. Да, еще раз. Нет, оно не органично, это место. Оно прям совсем сейчас на ней. Оно как бы ты его внутрично там что-то встраиваешь. Верхняя нотка, она должна улететь прямо конкретно. Да. И ее надо отпустить наверх. Ты сейчас все просто закрыла, как-то театр формально. Не отпустила наверх. Еще раз это место. Мы летим. Мы летим. И мы летим. Приседавшись, не при нем. Не при нем. Привыши на плече мое. И как его ночью просвечивает. Твоя дно. Твоя дно. Привыши на плече. И исчезай из жизни моей. Не исчезай с горяча или незначай. Есть тысяча львов. И у каждой есть тысячи сны. Но мне нужна твоя свеча. Но мне нужна. Но ты ее прямо выдавишь. Нет, нет, облегчи. Но мне нужна. Дай воздух. Она такая. Да. Но мне нужна. Да. Да, это интима. Понимаешь? Но мне нужна. Ты уходишь прямо так плотно. Но мне нужна. Нет, 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 нет. Оно выбивается. Оно выбивается из контекста вот этого вот филогута. Важного финала. Она вот одна. Она прямо тычковая какая-то. Вот от всех прямо вот эта вот трючка. Еще разочек. Последний. Так все. Ты все равно споешь по разному. Саварийш тебя поймает. Ну ты в том плане, что... Надеюсь. В зале. Все будет хорошо. Давай еще разочек. Последний. Нет, не исчезай. Не исчезай. Отлично. А, это оно видно. Давай. Давай. Не исчезай из жизни моей. Не исчезай с горяча и не взнача. Проще. Есть тысяча. Отлично. И у каждой из тысячи смеи. Рассказывай. Отлично. Но мне нужна твоя свеча. Еще разочек. Не нужно. Но мне нужна, но мне нужна, держи ее, но мне нужна твоя свеча. И дальше поем не исчезай. Не исчезай даже если подступит край. Такое ощущение, что ты уже хочешь слим петь. Даже если подступит край. Не исчезай даже если... Не исчезай. Не исчезай даже если подступит. Ну поем, поем, поем. Не исчезай из жизни моей. Не исчезай. Ну еще раз. Не исчезай. Очень хорошо, когда ты рассказываешь, даешь вот это поддыхание. Не исчезай, не исчезай. В нас чистота. Вот это ты поешь, смотри. Не исчезай, в нас чистота. Ну зачем? Не исчезай, в нас чистота. Туда же. Легче и проще. Ладно, пойму. Не исчезай, в нас чистота. Не исчезай, даже если подступит край. Не исчезай. И все равно, даже если исчезну я. И исчезну тебе и дам. Не исчезай. 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 Не исчезай.